Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня мы в гостях в поисковом центре Набат, благодаря которому пропавшие без вести воины обретают имена. Для руководителя центра Набат Сергея Василенко поисковая деятельность – это смысл жизни. В течение года он и его воспитанники готовятся к главному событию – вахте памяти. Чтобы участвовать в поднятии останков павших бойцов, поисковики проходят обучение. На лекциях изучают многое – и правила проведения раскопок и строения человеческого скелета. Это Федор. Он помогает поисковикам изучать строение скелета, чтобы потом они могли идентифицировать поднятых бойцов. Эти знания пригождаются, особенно когда поисковики работают вдоль ручьев по берегам рек. Тогда останки солдат собирают буквально по косточкам. Такая вахта памяти для Сергея Василенко оказалась первой в его жизни. И тогда еще начинающий поисковик запомнил ее навсегда. Ручьи стекали сверху в Неву, и зачастую те бойцы, которые погибали, верховые бойцы, их этот ручей растягивал. И поэтому раскопы были там по 15 метров, то есть один скелет был просто растянут. Раскопки велись на берегу Невы, на так называемом Невском пятачке. И в апреле 2003-го там еще стоял лед. У поисковиков не было нормального оборудования, копали обычными лопатами с деревянными черенками. Но никто не отступил, потому что понимал, кто-то должен вернуть имена погибших солдат и рассказать родным о судьбе пропавших без вести воинов. Сложно передать ощущение, когда стоят там больше 50 близких и родственников этого человека, и каждый подходит, кланяется в ноги и говорит спасибо. Тут эмоции просто переполняют, и это дает новые силы, чтобы работать дальше. Балаковских поисковиков знают и уважают. За вахту памяти, которая длится чуть меньше месяца, они успевают проделать огромную работу. Наши ребята проводили раскопки в Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областях, там, где в годы Великой Отечественной шли жестокие бои. Находки с раскопов ежегодно пополняют небольшой музей боевой славы. Есть среди них и необычные экспонаты. Необъяснимо, но факт. На этом футляре от зубной щетки постоянно появляется какой-то белый налет, похожий на кристаллизованную соль. Его стирают, но он появляется вновь. Вообще поисковики – люди, которые мало верят в мистику. Но случаются истории, которые заставляют задуматься и самых скептически настроенных участников раскопок. Например, на вахте памяти в Новгородской области балаковцам не везло. Они долго не могли найти место захоронения павших бойцов. Нам не попадалось практически ничего. Мы не могли зацепиться. Одному из бойцов приснился сон. Утром он встал и говорит, мне вот приснился сон, что пока мы не встретим седого старика на перепутье двух дорог, мы не поднимем ничего. Ну, естественно, не все это восприняли однозначно. Кто-то посмеивался. Но смех смехом, а после этого поисковики так и продолжили безрезультатно прочесывать местность. Встали, начали смотреть карту. Куда же дальше-то еще пойти, где еще искать? Грибник идет. Дедушка седой. Тот человек, которому приснился, он просто побелел. Ну, вот он понял, что это как раз его сон. Он подходит такой, о, поисковики? Да, мы поисковики. Он говорит, а я знаю, где тут верховые бойцы лежат. Они здесь недалеко, говорит, под лэпкой лежат. Не в каждых раскопках удается найти данные о воинах. Останки есть, но вот документов, наград, опознавательных знаков часто не бывает. Каждый медальон, каждая вещица, дающая информацию, очень ценны для поисковиков. И возвращенные имена остаются в памяти. Пименов Сергей Антонович. Раскоп был очень сложный. Это Ивакопункт, 94-й. И временное захоронение, это огромная яма, которую мы поднимали, мы там подняли 51-го бойца. Среди 50-ти бойцов не было ничего, чтобы можно было установить личность. И вот у одного бойца под лангеткой на ноге оказался сверток, три медали. Две медали за отвагу и медаль за боевые заслуги. И впервые такое количество наград мы смогли за один раскоп найти. Вести о поднятых останках Салтата разлетаются по всей стране. Такая же весть пришла и в Балаковский район. В ходе вакты памяти нашли воина из села Быков от Рог Андрея Кистенева. Его подняли в Ярцевском районе наши коллеги, Смоленская область, и попросили найти. Очень быстро, буквально один телефонный звонок мне потребовался, чтобы найти родственников. Известие о том, что найдены останки Андрея Степановича, получила его уже 70-летняя дочь. Она долгое время искала своего отца и верила, что он найдется. А вот супруга не дождалась. Когда Андрей Кистенев уходил на войну, он обещал своей жене, я вернусь в любом случае. И вот спустя 70 лет останки павшего воина были возвращены в родное село. Хранили Андрея Степановича все жители Быкова от Рога. Сергей Василенко говорит, получить известие о погибшем в боях родственники спустя несколько десятков лет – это радость, пусть и со слезами на глазах. Ведь этот солдат не пропал без вести, он погиб, защищая родину. И восстановление памяти – это основная задача поисковиков. Огромная работа проводится по забытому полку. Это 507-й стрелковый полк, 148-й стрелковой дивизии. Полк сформирован в Пугачеве был. Основная масса воинов – это воины-балаковцы. И сегодня мы узнаем, что они попали в плен, многие погибли. Говорят, что поисковики – это связующее звено между родственниками и погибшими воинами. В Балакове благодаря работе поисковиков на обелиске памяти постоянно появляются новые имена. На сегодняшний день мы смогли увековечить 203 фамилии на обелиске тех, кого установили, что они не пропали без вести, а именно погибли. Сергей Василенко уверен, ни один из его воспитанников, которые прошли через вахты памяти, не свернет с правильного пути. Они видели подвиги, совершенные их сверстниками, читали их письма. Поисковики знают, что война не закончена, пока не будет захоронен ее последний солдат. Поэтому год за годом они будут возвращать забытые страницы истории.